В степях бескрайних обитал хорек. Корман всегда держался ближе. Упитанный и хитрый был зверек, и сыт и пьян, и, как всегда, под крышей. Ему неважно, чье было зерно, и что за корм, пшеница или проса. Своё растить ему не суждено, чужим питаться — это без вопросов. В те времена, когда дрались за урожаи, хорека не видели ни спереди, ни сзади. Всё стихло. Вот он, как бы ни взначай, идёт хорёк в полковничьем наряде. Во все амбары он свой нос сует и под любую дудку пляшет. Он за гречиху ногу вам перегрызёт или отстрелит там, как карта ляжет. Вице-премьер Дима Трапезников, который я всё время считал, что он пресс-секретарь клуба «Шахтёр», а он не пресс-секретарь, но вообще там оказался креативщик какой-то, отвечающий за фанатское движение. И этот человек сейчас набрал такую силу, он же конкурирует господином Тимофеевым, который у нас считается едва ли не сильнее самого Александра Захарченко по своим. А он уже сидит, он посажен по линии администрации российского президента, и вот он сидит, он весь теперь уже самодоволен. А там он прострелил ногу Лещенко в порыве их конкурентной борьбы, так сказать. По пьяной лавочке приехал, доказал, что он мужчина. Приехал домой к нему с вооружёнными своими охранниками, прострелили ногу человеку, загрузили его в багажник, вывезли куда-то, там ночь промаялся несчастный Лещенко, а потом его только доставили в больницу для лечения. Слава богу, небедренную артерию не прострелили, слава богу, что просто прострелили мягкие ткани. Человек пострадал, сейчас его стёрли, к чёртовой матери не видно, не слышно, ну трапезника у нас серый кардинал. Да эту сволочь мы даже и близко не видели, когда здесь что-то начиналось. А сейчас они делят бизнесы, сейчас они переделивают активы, они тут активно, передел в дербан активно включились. И мы видим, наблюдаем вот такие вот картины. Терпеть харька не стали в тех степях, ко всем кормушкам путь загородили. Но он недолго утопал в слезах, в другую степь ему податься разрешили. Дескать, тушканчики и суслики одни, на тех равнинах обитают послушные и тихие они, и им привычно, что их объедают. Харёк приехал, преисполнен сил, да, степь большая, есть чем поживиться. Большой мешок с собою прихватил, с котомкой не привык он мелочиться. Здесь мы овёс посадим, тут и чмень, кричал Харёк, восторженно народу. Он обещания давать мог целый день, но не на ту нарвался он породу. Конечно, суслики водились в тех краях, ведь его приняли, надложность утвердили. Тушканчики забыли о своих корнях, или бобры их сверху загрузили. Я, вот если я вчера был на площади, лично разговаривал с людьми, там, и хотел бы немного разговаривать, там людей было, во-первых, мало. Та группа молодёжи, которая была там, она не является, не выражает мнение молодёжи, может, или ты, или ты. Жаль не учёл Харёк, что в тех степях есть волки. Армия орлов огромна, и если суслики забыли о корнях, они им быстро обо всём напомнят. Напомнят, как в лихие времена. Харёки, как в ссылку, к ним на помощь приезжали, отбыв свой срок, насытившись сполна. Свои пенаты без раздумий убегали. Харёк не будет дружбы заводить ни с кем из этой гордой стаи. Он будет думать, как карман полнее набить, и как быстрее этот край оставить. Так что мешает нашим степнякам после измен, предательства и фальши своим довериться орлам и без харьков идти по жизни дальше? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова